Enough! 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 20-40 дней! Enough! А также и пропалестинцев по-прежнему пытаются усидеть на двух стульях, не выражая явной позиции. Ерво первоначальная решительная поддержка наступления Израиля уступила место открытому осуждению поддержки террористов Хамас. Корпоративных СМИ никто не говорит о том, почему американское правительство не осуждает, например, и бездействует в отношении убитых и взятых заложники граждан США террористами Хамас. Нам необходимо, чтобы два государства и Израиль работали совместно, с Египтом, с Катаром, они должны повлиять на Хамас. А США точно должны услышать, Хамас убил 45 американцев, а 12 американских граждан взяты в заложники. Вы слышали когда-нибудь об этих людях? Мы обязаны вернуть домой хотя бы заложников. Семьи заложников должны снова объединиться, так что сегодня происходит переворот всего с ног на голову. Люди вновь должны открыть глаза, увидеть, что на самом деле добро и зло, и кто на самом деле террористы. Ее мама очень больная женщина, а это их единственная дочь, она в заложниках. У ее матери рак мозга, и она умирает в госпитале. Только одно желание сейчас – увидеть ее дочь перед смертью хотя бы раз. Но митинги в Нью-Йорке присутствовал и прямой исполнитель всего, что говорит Байден, губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул. Тут она оказалась, поскольку речь шла якобы только о требовании освободить заложников, взятых террористами Хамас, в ходе смертоносного нападения на Израиль 7 октября. Голоса евреев не потеряла, и ничего плохого про террористов и про палестинцев, мечтающих о смерти Израиля в США, не сказала. Мы собрались здесь, чтобы выразить поддержку Израилю и семьям Израиля, чьи члены семьи находятся в заложниках, и всех евреев, живущих в Америке и во всем мире. Спасибо всем, давайте пройдемся маршем. Главным камнем преткновения для демократов стали голоса избирателей. Любое событие сегодня управляется политиками, и порой кажется, что все беды от них-то и идут. Особенно, когда во власть пробираются такие, как Хокул, одобряющие политизированные дела и предлагающие республиканцам, например, покинуть штат, добавляя, что тебе не место в Нью-Йорке, если у тебя отличны от ее политические взгляды, а еще называющие сторонников Трампа клоунами. Настойчивые требования демократов остановить военную операцию по уничтожению террористов направлены только на то, чтобы сохранить главарей Хамас. Демократы очень хотят оставить тех, кто может дестабилизировать мировой порядок. Но главная цель в этой схватке со стороны Хамаса – это уничтожить Израиль как государство. Израиль – союзник США, но, как мы видим, не союзник демократов. Те уже давно шагают по арабской улице. К сожалению, есть и те, кто, даже придя на митинг, высказывались более чем аккуратно. Мы не хотим продолжать войну. Мы хотим прекратить ее, чем скорее, тем лучше. И мы хотим, чтобы они дали возможность нашим заложникам скорее вернуться домой. Мы не хотим смертей людей с обеих сторон. Это должно остановиться, чем быстрее, тем лучше. Это мое сообщение. Мы должны признать, что Израиль очень изменился после 7 октября. И государство стало таким уязвимым во всем мире. Очень всем отдаленным во всем мире. И это очень важно, особенно для еврейского сообщества в Нью-Йорке, которое считается одним из самых больших еврейских сообществ в мире за пределами Израиля. И мы всем демонстрируем Израилю, что мы поддерживаем и любим вас. И мы будем продолжать поддерживать государство Израиля. Продолжение следует...